Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов и менеджер Станислав. Это новый выпуск Рай Дальнобойщика. Сейчас мы находимся в районе города Жуковский. Поселок Умёд, не Умёд? Удильное! Поселок Умёд это Мордор. Да, Мордор. Вот столовая, друзья. Мы открылись. Пельмени. Ручной лепки 75 рублей. Пойдем инспектировать, Саныч. Пойдем посмотрим. Попробуем. Не хочу я морща, Ваня. Во, борщ. Погнали. Ого, прикольно, да, здесь? Посмотри, как... Крестница Силарона в Бразилии. Точно, с нее, наверное, делали. Мы в фавелы, да, какие-то идем? В гостях 50 рублей. Это кукуруза, крабовые палочки, пекинская капуста. 100 грамм летние. 40 рублей пекинская капуста. Я, наверное, летние возьму. Вот он, летние. За 40 рублей. Свекла с чесноком 35 рублей. Не-не-не-не, лучше я свеклу с чесноком возьму. Нет. Такой тоже нормально. Морс, компот. Компотик. Компотик. Ну что, друзья, отведаем. Сейчас мы находимся в районе Жуковского города. Тут аэропорт Жуковский район. Село или поселок Удельное. Заехали. Вот, любит победа встала. Да, заехали перекусить. Как всегда, едем по стройкам. Легли заехать. 40 рублей. Салатик свеженький. Еще я взял, получается, щи. Щавелевый суп. А, щавелевый суп. Да-да-да, не щи. Какой-то салат свежий взял. Салат просто летний свежий. Я взял классик. Это борщ. Классика. Греча, греча с азу. Такая, достаточно большая порция. Очень вкусно должно быть. Но у меня просто капуста с этим. Ты понял, с чем? Ну да. С мясом. У меня на 255. У тебя на сколько? У меня почему-то 5 больше, чем у тебя. Как всегда. На сколько? 318. 318. Вот, смотрю, суп щавелевый. По всем канонам сделан. С яйцом разбитым. Все как положено. Наконец-то в супе не тушенка, а настоящее мясо. Ну, как бы и в тушенке настоящее мясо, но когда ты... Тушенку хочется есть в походе или в армии. Больше то, что надо, настоящее. Свекла. Так правильно будет. Ты с кем-то там помнишь, спорил свекла, свекла. Да. Я всегда говорю свекла, а не знаю, как... Свекла, разницы нет, наверное. Да. В общем, не суть. И как бы мясо тоже есть. Куски прям реального мяса. То есть... Вкус. Вкус отличный. Здесь тоже вкус отлично. Вот прям четкий летний суп. Я щавелевый суп люблю летом есть. Друзья, вы еще кто-нибудь хоть раз пробовал щавелевый суп из вас? Я на дачу всегда... Я обожаю этот суп. Я на дачу всегда когда еду, щавелька наберу и сам его делаю. Либо даже сейчас уже в магазинах. Прикинь, продаются? Нет, самое дело, мне надо что-то бабушка уготовил. Простой. Картошка. Морковочки чуть-чуть. Яйцо там обязательно. Да, яйцо это обязательно. Тема. Мы, смотрите, как всегда, обсуждали кухню народов мира. А, да, мы на подъезде голодные. Хотели обсудить? Уже не хотели, мы хотели. Мы увидели блюда, значит, типа самые экзотические блюда мира. Утиные сфинктеры. Свиные. Утиные, свиные, там разные они еще, то есть их вырезают и в клярке, да, прям обжаривают. Я не знаю, кто-то ест это видео. Панин, Панин. Панин считает это деликатесом. Я не знаю, что это есть блюдо. Я загуглил сам, я офигел. Причем в разных странах по-разному готовят. Существует, да? Существует это блюдо, и они его готовят. Вот зимой мне почему-то хочется, Станислав, вот таких вот салатов. Именно зимой, когда овощи как бы все привозные. Да, 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 вот свежих, таких свеженьких. Мне наоборот летом хочется, потому что лет вкуснее овощи, мне кажется. Нет, мне зимой хочется из-за того, что нехватка витаминов. Ну да, наверное. Так, друзья, кто из вас пробовал свиные анусы в кляре? Нет, ну а что здесь такого? Это реально такое блюдо? Есть такое блюдо, не анусы, а сфинктера. Типа их кидают в масло, там обжаривают, как-то готовят. Я не знаю, надо почитать, изучить, но я слышал. Алексей Панин сам Алексей Панин его изобрел. Сам готовит, да? Последняя шутка. Прекращаем, сейчас. Мне кажется, что у Панина сфинктер уже кондиции well done. То есть его можно типа уже даже не готовить? Да, да. Он же и так, представляешь, там, ну, когда трение происходит, там же оно греется. Это по-любому. Ладно, все, хватит. Народ не поймет, да, наверное, такие же? Я думаю, что никто не... Хотя дальнобойщики по-любому про такое говорят. Если едут не одни, то могут так угореть. Но если одни, я думаю, они об этом особо не думают. Ну, это пацанские шутки, потому что у нас могут и дамы смотреть. Да, у нас шутки за 300 уже пошли. Да, шутки за 300. Офигенная тема за 40 рублей. Здесь не просто капуста наструганная, здесь и перец четкий, и лук. И лук не просто репчатый лук, а крымский этот лук называется. Знаешь такой, что-то по-крымски? Да, ялкинский, да. А до сих пор никогда как-то умудрился взять и салат, и супы второй, за 280. 250. И компот. Люди, кстати, я смотрел, поминк написали, типа, что сало это не русская кухня, а украинская. Я не знаю, по-моему, это вообще славянский блюдо, которые все ели абсолютно. Да, да, да. Ну, Станислав сказал русское, потому что мы живем в России, да? Ты и Белоруссия абсолютно. Ты сказал русское, потому что мы живем в России. Если жили в Украине, ты бы сказал украинское блюдо. Я считаю, как бы это все русская кухня, я отношусь все вместе. Ну, да, да, да. Одна кухня. Потому что сало, я читал вообще, еще делали. В Сибири нашли какие-то пещеры. А вроде в Сибири или на Урале, не буду врать. Типа, люди, ну, там, предки наши, как он, демидовские люди или какие-то. В общем, не важно, что они тогда уже сало делали. То есть, это давно. Да, сало делали очень давно. Просто его главное правильно засолить, он долго будет храниться и мягкая будет. Лучшее сало я ел вот сейчас недавно нашел в Москве место, а до этого я лучшее сало в Донецке на Украине. Слушай, я в Киеве, когда был. Такой слой белый, мягчайший, тайт, тайт. А ну, знаешь, как называлось, сейчас тебе скажу. Название было сало для беззубых. Нет, так, сало для беззубых. Какое название, на самом деле. Мягенькое, да? Так, ну, вообще, его не надо жевать, просто нарезаешь и все. Тайт. А кто-то любит, которое с мясом? Да. Какое не очень. Мне нравится, чтобы чуть-чуть шкуры было. Чуть, чтобы оно было не снято, да? Да, похрустывало. Еще я уши свиные пробовал. Я, короче, в Киеве был. Мне купили ребята разные виды сала. На пробу. Да, на пробу. И копченое, и острое. Какого сала только нет. Какое тебе бы красиво понравилось. Мне вот копчененькие такие, подкопченые нравятся. Копченые тоже, но мне главное, чтобы оно было белое. Я люблю без мяса. Потому что с мясом оно всегда его надо жевать. Без мяса оно просто тает, вот с черным хлебом самое. Все самое оно. Вот, а я нашел, значит, место в Москве, кстати. Так, где нашел реально шикарное сало. Рассказывай. Да, на... Как самое? Метро Дмитрия Донского. Думал, набережная Тараса Шевченко. Там у него большой рынок, нет, там у него большой рынок. И там шикарно. Там оно было реально хорошее. То, что нужно. Это прямо на рынке, да? Ребята, кто сало из вас любит? Там дают попробовать. Вообще, короче, кто-то... Пишите топ-мест, где можно взять масло. Многие, многие, многие говорят, что сало, типа, это фу, это жир, там, ты толстым станешь. Нет. Я, короче, почитал, ну, исследования по салу. В сале, ой, что-то там около 18, не буду врать, аминокислот содержится. Оно, наоборот, полезно, короче, сало. То есть, никаких там... Нет, толстые, что из-за смеси сала с углеводами. Если ты будешь есть хлеб с салом, то салом, то салом. Конечно, да. Если ты немножечко и пивом запивать. Ну, да, все, конечно, зависит от дозы. Если ты ешь одно сало каждый день, это ничего не поможет съесться. Небольшое количество я ем. Но ем постоянно, но небольшое. Ну, что, как тебе вот это греча? Мясо мягкое. А что там такое, что какие-то огурцы соленые, что-ли? Это буду, а типа, как урти. А, это подлива. Сыпчатая, мягкая. Первое место с санычем, которое мы за год объезжаем, где полностью тишина. Обычно везде музыка, колбасит, народ. Слушай, вкусно. Здесь реально вкусно. Да, хорошо. И ценник нормальный. Премиум. Не самый бюджетный, но не самый для того. Ну, последний раз вот мы за 150 рублей где ели. Помнишь, там чувак зашел потом полуголый в конце бюджетно. Но вот мне, допустим, суп не сильно понравился, потому что он был с тушенкой. Там, как бы, более экономный вариант. Там и находился в поселении потом. А здесь-то, как бы, город. Вот, я там, по-пятиэтажку я сделал круг. Ну, не ставь, я сейчас капусты наемся. Тебя веселая поездка ждет. Стримы включения. Скажи, Сан Саныч, что ты ел? Самая такая, жизнь самая экзотическая. Ну, вот эти вещи я не ел. Да, что-нибудь наподобие не скорпионов. Пробовал скорпиона. Пробовал паук большой. Вы тоже едешь? Да. Я никогда не ел. Так же, как скорпиона. Паука. В кляре тоже, да? Не, в масле просто. Просто в масле. Но по вкусу, что скорпион, что паук одинаковый. Хитин, жуешь и жуешь. Личинки. Да, шелкопряд ел. Мучной хрущ ел. Что еще ел? Змею ел. Крокодила ел. Не, вот из всех вот таких, которые ползут, все примерно одинаковый вкус хитин? Или что-то есть такое? Самый вкусный мучной хрущ. Ты его ешь просто, он богат протеином. Там, по белку он очень насыщенный. Больше, чем в мясе. То есть, его полезнее есть. И он усваивает. Как в репродукте. Да, и он усваивается легче, верно ты сказал, как морепродукты. Мясо, допустим, вот ты мясо съедаешь, оно у тебя не все, не весь белок из этого мяса усваивается. И организму тяжело расщепить там ту же свинину, говядину или курицу. А белок из морепродуктов, он усваивается на 90 там с копейками процентов. Также из-за вот этих мучных хрущей. Я в Таиланде их ел, они вкусненькие, их еще соевым соусом поливают. Кайфы. Да, я тоже разные всякие вещи пробовал. Но, например, то, что крокодила я не пробовал. Что я пробовал? То, что в Таиланде было, вся вот эта нечисть, которая там была, скорпионы тоже. Но что-то я стал пробовать, что-то не стал. Мне не нравится и чувство, когда вот эти ворсинки щекочут вот здесь. Вот у тебя было, нет? Да, да, да. Я знаю, что, вот не стал пробовать. Короче, яйцо и в нем зародыш. А, это я слышал. Есть такое. Жарят их тоже, их тоже жарят. И получается зародыш в виде яйца, как бы. Он еще там, как бы, мастер. Да, 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 прям жарят. Жарят прям в яйце и ешь потом. Вот и мне... Прям с косточками, там уже маленькие же есть хрящички у него. Да, и у меня сейчас охрустит пекинская камера. Можно, на самом деле, топ блюд выбрать, которые, как бы, люди, самые адские блюда мира. Там, свиные анусы, эти самые хрящи, вот эти, там, я не знаю, вот эти зародыши, как бы, ну, пять. А, и сам поездить попробовать с кем-то, какой-то, типа, ну, турнир тебе организовать. Ты, например, еще кто-то, кто, типа, ну, съест эти пять блюд. Ты бы согласился обысковать? С подписчиками? С кем-то из них. А просто ты один с подписчиками, или кто, как бы, с кем? Подписчиков посадить. И они бы ели. Самых дерзких. Самых дерзких. Кто, типа, съест, тому, там, приз, например, от Саныча какой-то. Да, но я бы не стал сам есть. Я, допустим, ну, мне реально зародыши. А кто-то стал бы ты, ну? Это сто процентов. Я думаю, что кто-то стал бы. Ну, раз это готовит, значит, это люди едят, скажем так, раз это готовят. Это еще и деликатес. Есть канал такой, называется Red21. Они мозги обезьяне ели. Они в России незаконные. Им сын, 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 с Индии привозили мозги обезьяне. Здесь они ели все? Да, они жрали эти мозги обезьяне. Бычьи яйца ели. Ужас, короче. Мы пока к такому не готовы. Мы готовы, вот, ребят. По-самому, по-простому, по-скромному, да? Да, наш. Как, Станислав, надо что-то итоги. Мы в прошлом выпуске вообще как-то... Это, ребят, это перед Новым годом. Мы просто дико, да, были спешили, были в делах. Голодные. В итоге не подвезли. Да, обычно мы подводим итоги. У нас есть пятибалльная шкала, да. Шкала. По вкусу. По вкусу. Четверку, отлично. Даже можно пятерку. Да, я ближе к пятерке. Погорячее, единственное, что... Вот, я буду тут тоже погорячее подогрел. Чистота. Пятерка. Пятерка. Интерьер. Пятерка, да? Хорошая. Ялта сзади. Да, Ялта красивая. Туалет чистый. Советские фильмы идут, можете посмотреть. Прайс четверка. Прайс четверка. Да, да, да. Я бы даже три с плюсом поставил. Три с плюсом можно было бы скинуть, да? Да, можно было бы скинуть, да? Да, выбор не сильно большой. Большой, но зато все. Все вкусно, все четко. Рекомендуем, да? Да, конечно. В целом. А названия у нее нет. Просто столовая у дороги, рядом пятерочка. На видео видно же в начале, где мы заходим. А, да, 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 да. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И нас подписчики ждут в Мордовии, в Мордоре. У нас все ждут тут Мордоре. Да. Надо выписывать нам командировку. Командировочную, да. Кстати, у нас сейчас заказывают сейчас дом Морео. Если нас пошут туда, отпустят, поедут. Это рядом, да? Ну, не совсем рядом, но это по пути туда. Да, да. Через Бордовию. Так, ну все, друзья. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok